Как и в эпизоде Берлей-Пович. Оба футболисты играли руками. Некоторые арбитры фиксируют фолл в нападении, а некоторые дают свисток противоположным. Еще раз говорю, да, Дим, вот кто упал, другому дали. Передача вперед, на Быстрова, неплохо. И фолл, который будет оценен в желтую карточку. Фернандес получает предупреждение. Статует с местными персоналом Спартака, но вроде бы там ничего особо серьезного с Быстровым произойти не могло. Если только вот падает, он неудачно на руку не упал. А так ноги-то должны быть целые игроки. Баскаков показывает, что надо вывести пострадавшего за пределы поля. И право на очень опасную штрафную сейчас получили спартаковцы. Метра, наверное, 2,5-3 на линии штрафной. Ну, это зона и точка, скажем так, очень удобная для Моцарта, который любит и умеет закручивать мяч в сторону ворота. А может и в ворота попасть. Давайте еще раз посмотрим. Грубый фолл. Опоздал здесь центральный защитник на подстраховку. Да, сыграл в корпус. Грубо. И обоснованная желтая карточка в адрес Фернандеса, 16-го номера московского Динамо. Моцарта ворота может попытаться закрутить. По крайней мере, то, каким углом он к мячу находится, такую возможность допускает. Что и происходит, удары 1-0. Роман Павличенко показывает Юрий Баскаков на центр. На 20-й минуте красно-белые вышли вперед в этом матче. Со второй попытки, со второй стопроцентной попытки, Павличенко открывает счет в этом матче. 13-й гол с спартаковского форума в чемпионате. Давайте посмотрим. Вы знаете, мне кажется, он даже не ожидал. То ли от головы одного из защитников, то ли от полчимарского. А нет, Титов. Или Титов, да. Или защитник. И так удачно получилось, что мяч именно попал в голову Романа Павличенко. Посмотрите. Ну, тут уже невозможно было промахнуться. Буквально с метра Роман забил этот гол, который вывел его команду вперед на 20-й минуте. 13-й гол Романа. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.